Всем привет-привет! С вами программа Есть Туда и в студии Екатерина Воронина. Если вы потратились на Новый год и нужно дотянуть до зарплаты, касса взаимопомощи – это то, что вам нужно. Эта компания уже более 8 лет на рынке микрозаймов. А обратиться можно по адресу Чечерина, 62. Бывает, случаются непредвиденные расходы. Теперь это не проблема. Касса взаимопомощи. Займы без лишних вопросов. Улица Чечерина, 62, второй этаж, офис 9, телефон 212-215. Итак, сегодня мы с Артемом Столяровым. Столяровым. Столяросовым. Столяровым, да. Готовим. Что, Артем? Ну что, впереди праздники, праздники позади. Столько много таинственных и мистических, приятных ждут нас событий. Рождественская неделя, да? Принято же гадать. Вот девушки вот это выливают воском, ищут суженого, бросаются туфлями, сапогами. Совершенно верно. Это и время встреч после корпоративов, и время ожиданий чего-то нового, и еще каких-то рождественских свершений, да? Поэтому я предлагаю и приглашаю всех приготовить печенье. Обыкновенные печенья, которые будут у нас с предсказаниями. Непростое печенье, необыкновенное. Точно. Оно позволит вам заглянуть в будущее, да? Сегодня у нас немножко битвы экстрасенсов, да? Да, для тех, кто не знал, может быть, кто летал на самолете, там подают такие печенья. Да, да, бывает. Вот, и человек в состоянии стресса, очень интересно, что же там написано. Но сегодня мы приготовили только самые добрые, самые лучшие, самые сказочные пожелания для всех наших любимых, дорогих и знакомых. Ну что ж, предлагаю нам уже начать. У нас тут есть емкости с различным содержимым. Тут у нас белок, да? Сколько у нас? Здесь два белка, 50 грамм сахарной пудры, полстакана муки. Всего ничего, но какие приятные эмоции. И секретный ингредиент, да? Это ванилин. Самый лучший ингредиент. Да. Пахнет очень классно. Точно. Я предлагаю начать. Да, но прежде чем мы начнем, мы прервемся. Наша мышь, ты добрый знак, символ счастья и удачи. Закономить знаешь как, бережливо, не иначе. Год свиньи тебя пускай будет счастье целый год. И удачу ты поймай, непременно повезет. Сколько разных добрых слов я быку сказать готов. Не обманывают звезды, человек вы очень твердый. Но всегда в огромном сердце для друзей открыта дверца. Прочь пускай летит тоска. Не печалит в Новый год быка. Те, как врожденный Лидия и Бунтай. По натуре точно отсать. Риск у него в крови, но мягок он внутри. В год свиньи хотим мы пожелать. Все проблемы с легкостью досять. С окружающими оставаться на ровне. Никогда не быть на дне. Тебе желаю лучшей доли. Ты добродетельный, умен. И пусть ты по гороскопу кролик, Зато в душе своей силен. В любом ты обществе блистаешь. Внешать доверие твой конек. И в год свиньи тебе желаю Лишь только правильных дорог. Всегда к совершенству стремиться. И трудности он не боится. Открытый, правдивый дракон Жить честно – вот твой закон. Плюс преджелаем в любом деле В год свиньи добиться цель. Страстный пыл колебит красиво и богато жить. Мудра, умна ты и опасна. Весь гороскоп не скажет зря. И так по-своему прекрасно Була в земли в тебе змея. И раяно тепеливо, ты попробуй, Канаде. Желаю, будь счастливой. День прекрасных впереди. У лошадей суровый только ветер. Жизнь ловит наслаждение. До них экстрим слащеварения. Желаю от гостей, не эмоций. Пусть путь ваш ощущает солнце. А если будет тяжело, меняйте старое седло. Тебя любимый коза за прекрасные глаза. За талант и тонкий вкус. За улыбку – это плюс. В Новый год желаем смех. Он ведет тебя к успеху. Пусть минуты тебя не начнут. В гости иметь тебе лишь счастье. Вам желаем, обезьянки, не попасться на приманку. Пускай мне нужно быть и с тактичностью дружить. Без проблем достичь успеха. Вот свиньи побольше смеха. Буду раджить всех кругом. Счастья, радости в ваш дом. Наш милый, яркий, дорогой петух От красоты твоей захватывает дух. Завидует все храбрости твоей. И в мире нет тебя мудрей. Всегда ты весь в свои мечты. Году свиньи достигнешь высоты. Стремись к поставленной ты цели И будь всегда в себе уверен. Собаки, вам необходимо в год свиньи добавить позитива. Нервы надо побечь. Негатив весна пройдет. За сердце ежем хватайтесь. С улыбкой жить старайтесь. Довольны свинки в Новый год. И в год удачу обещают. Пусть и дальше без хлопут. С улыбкой жизнь встречают. И так счастье и любовь, и домашнее тепло Повезет и вновь, и вновь. Так уж суждено. Два белка у нас отправились в глубокую миску для того, чтобы стать сейчас белковой пеной. Да, белки мы взбиваем в пышную пену. У нас есть такой старый, добрый, проверенный наш миксер. Может показаться, что слишком большая емкость. Да, вот я думаю, не мало ли нам два белка. И так мало белков. Но посмотрите, как быстро они меняются в объеме и становятся больше. Сейчас я добавлю сахарную пудру. Вот. И все это хорошо перемешаем для того, чтобы наши белки были почти как безе, но не как безе. Не очень сильно плотные и густые, но тем не менее имели вот такую плотную пену. А сахар помогает как-то белку стать более пышным и объемным? Или это не важно? Дело в том, что если слишком долго взбивать белок, то он может впоследствии осесть. Почему? Потому что белок – это такая клейкая масса, которая растягивается, растягивается. И потом в результате вот эти нити, которые мы растягиваем миксером, они могут порваться, да. А сахар, как тоже клейкое вещество, он помогает белку не перебиться. То есть добавив его сразу, мы одновременно страхуем себя от того, чтобы нечаянно не перебить белок. Вот. Но для этого печенье не принципиально делать такую пышную пену, как мы делаем сейчас. Угу. Вот. То есть можно поработать и вилкой, и сделать венчиком. И в любом случае получится. В принципе, это тесто можно сделать из обыкновенного вафельного. Наверняка дома у всех наших телезрителей. Вафельный, старый, добрый. Да, где-то завалялась книженция со старыми советскими рецептами вафель. Вот. И там вы можете увидеть вафельное тесто, приготовить вафельки и туда поместить предсказания. Или, может быть, даже седьмой фон. А ты помнишь, раньше, когда мы делали еще пельмени вручную, пельмень добавляли что-нибудь в один, допустим, более соленый он был. Или что-то добавляли. Или перчик, да. Самое главное... Монетку, опять же, были несчастные, которые ломали зубы об эти монетке. А мой любимый дедушка в детстве, когда крошил винегрет, он был мастером этого блюда, закапывал туда огурчик. Целый? Так я научился есть винегрет. Я знал, что всегда на дне будет какой-то сюрприз. Вот. То есть пора сюрпризов. Закапывайте огурчики в винегрет, делайте печенье с предсказаниями, можете туда поместить и какой-то другой сюрприз. Может быть, это будет кольцо и предложение. И, может быть, какой-то подарок или даже денежка. А почему нет? Конечно. Маленькая такая. Вот. Мы видим, что у нас сбита пена, но она не очень плотная. Угу. Что-то подсказывает мне, что и не надо стремиться к тому, чтобы она была максимально плотная, как может оказаться. Вот, ванилин. Отправляется у нас. Да, кстати, что я подумал, Катя? Да, что? Почему туда не добавить какой-нибудь пищевой краситель? Или свекольный сок, или морковный. Или, может быть, если это начинающие кондитеры, у них где-то на полках есть пищевой краситель. Почему бы не сделать их разноцветными? То есть, можно зеленый, красный, какой хотите, и они будут у вас более праздничными. Мне кажется, это детям очень понравится. Цветные печеньки. Идет сын твой по улице, или приходит в детский сад, у него полный карман и печенек. Цветных. Узнает, что будет. Или приходишь на работу, у тебя полная сумка их. Отходишь, раздаешься, им приятно. При этом же можно использовать не те красители, которые в магазинах, а самим, как ты сказал, свеклу, морковку и что-то в таком духе. Вот и сейчас я в наше тесто вмешиваю муку. И мука очень быстро и без комков у нас вмешивается в него. А почему? Потому что мы взбили белок до пенного состояния, и каждый пузырек помог муке не стать комкастой. Вот, собственно говоря, и все. Видите, как очень просто. И самое главное быстро. Вот так мало теста, и посмотрим, сколько печенья, сколько этого очаровательного сюрприза у нас получится. Мы сейчас ненадолго прервемся, после чего уже, наверное, будем отправлять наши печеньки в духовку. Да, духовка на 180 градусов у нас нагрета, и ждем. Флебология занимается, ну, скажем так, 30% всего населения, к сожалению, имеет различные формы заболеваний вен. Это, прежде всего, это варикозная болезнь, начиная от звездочек и заканчивая там тромбофлебитом. Звездочки – это уже повод обратиться к специалисту. Лучше все-таки идти не к общему хирургу, а к узкому специалисту, тот, который более грамотно, скажем так, проведет диагностику. Исходя из принципов доказательной медицины, варикоз ни в коем случае не лечится всякими мазями, таблетками, пиявками. Это все абсолютно бессмысленно. Если у вас родственники ближайшие склонны или уже выявлен диагноз варикозной болезни, то стоит пройти обследование. Ну, скажем так, золотой стандарт обследования, утвержденный Минздравом, это ультразвуковое сканирование вен. То есть, ну, проще говоря, УЗИ вен. Исходя из данных физиологии, 95% крови течет по глубоких венам. Поэтому поверхностные вены фактически не видны. Когда они видны, это значит варикозная болезнь. То есть мы устраняем вот эти больные вены. Вены – это как грыжа растянутая, в ней скапливается кровь. Отсюда и тяжесть, отеки. В настоящее время медицина, в том числе флебология, очень бурно развивается. Мы уже пятый год применяем лазерную коагуляцию. То есть метод на любой стадии, метод амбулаторный. Пациент находится у нас в клинике около часа. После часа обязательно надо ходить. То есть на любой стадии варикозную болезнь можно вылечить лазерную коагуляцию. Операции, где разрезы, там, наркозы, уходят в прошлое. У нас появился на столе пергамент, листочек пергамента, сливочное масло. Можно взять маргарин, можно взять более плотный кусок масла, не вытаскивая его из пергамента или из фольги, из упаковки. Да, промазать эти листочки. Можете, наоборот, растопить в микроволновке и кисточке нанести, как удобно. Но Катя сейчас будет делать это вот. Собственноручно. Собственноручно, верно. Оно у нас такое подтающее. Я тебе помогу. Да, давай. Кстати, о печенье с предсказаниями. Вот эти вафельные листочки, которые мы будем делать, куда будем заворачивать. Да, все, достаточно. Все, на следующем. Много тоже не надо. Нам несколько нужно, да? Иначе они будут растекаться по маслу. Одного нам не хватит, думаешь, да? Да, одного не хватит. Дело в том, что процесс очень быстрый. И по 4-5 штук рекомендуют умельцы этого десерта. Почему? Потому что, когда мы достаем его из духовки, он застывает моментально так, как вафля. И чтобы успеть туда поместить предсказание или какой-то сюрприз, который мы хотим, нужно их не так много. Но так как мы с Катей работаем сегодня в 4 руки, мы будем не по 5 штук делать, а штук немного больше. Да. Что мы будем успевать заворачивать. Думаю, нам пока что 2 хватит. Сейчас посмотрим, как у нас распределится тесто. Вот так как... Сейчас я перчат. Мне проще размазать масло. Вот. Ну, я думаю, что можно и маргарин использовать. Потому что... Кому что нравится. Это... А, кстати, если пергамент промасленный, и его даже не приходится промазывать. Есть такой? Есть такой пергамент, да, бывает. Я даже не знала. Вот. Но это редкая профессиональная штука. Вот. Поэтому мы покажем... Мы сами делаем такие профессиональные штуки. Как сделать все в домашних условиях. Итак. Все? Готово. Ну вот. Собственно говоря, вот наше тесто. Не знаю, почему его рекомендуют подержать в холодильнике 15 минут. Вот. Не знаю. Но что-то мне подсказывает, что оно у нас и так достаточно стабильное. Вот. Нам не придется его никуда засовывать. Вот. Берем понемножку. И вот так. Надо у нас получиться лепешечка, да? Лепешечка по 8-10 сантиметров. Вот. Да постараемся потом чуть-чуть сделать. Давай я тебе помогу. Да. Попробуй. Попробуй. Я тебе сейчас накидаю тесто, а ты будешь его размазывать. И мы будем 4 руки очень быстро все это делать. Так, пока мы размазываем такими вот движениями, мы ненадолго прервемся. Тесто получилось примерно на 5 таких вот импровизированных лепешечек. 5 у тебя, 5 у меня, и того у нас. Да, и того 10. И теперь вот так вот на пергаменте, не отправляя это, собственно говоря, ни на какой поднос, ни на какой противень, мы положим, отправим в духовку. В духовку, которую мы включили на 180 градусов. А на какое время мы отправляем? Ну, до золотистого цвета. Будем смотреть. Вот так. Постараемся не прозвать. А ждем тут. Наводят последние штрихи на мои неидеальные заготовки. Так, и как обычно, мы делаем все в студии впервые, поэтому хотим сделать так, чтобы не ошибиться. По крайней мере попробуем. Так, ну начнем с одного. Да. Почему-то я решил делать это без противня, противня, вот, и прям вот на решетку выложить. Мне кажется, что так наши вафельки будут пропекаться лучше, чем если бы мы положили его на противень эмалированный, потому что, ну, снизу тепло они бы ловили меньше. А так дует и сверху, и снизу. Ну, что ж, проверим твою теорию на практике. Но если бы я делал на противне, то противень я бы заранее очень сильно разогрел, вот, чтобы контакт и был и с воздуха, и снизу. А я тебе, знаешь, что предлагаю? У нас уже оператор и наш режиссер. Попробовали, так? Потянуть жребий? Да, посмотрим. С удовольствием. За года, что у тебя ждет в новом году. Давай. Или какой-то совет, да? Да-да-да. Так. Немного поиграем с тобой. Помни, счастье – это результат хорошей организации личного времени и пространства. Вот, примите к сведению. Для тебя это актуально? Дорогие друзья, конечно. Так, теперь попробую я. Посмотрим, посмотрим. Итак, только ты определяешь пределы своих возможностей. Не ограничивай себя. Для меня тоже, кстати, это актуально. Ну, наши зрители могут написать все, что они хотят. И, в принципе, не обязательно предсказание. Можно просто какое-то послание, да, или комплимент. Что бы вы хотели, и можете так ходить, угощать. Делать приятное своим друзьям, близким, родным, да? Так, как там наши будущие печеньки поживают? Ну, вот в рецепте сказано, что 4-5 минут достаточно. Ну, прошло минутки две. Я вижу, что края начинают уже зарумяниваться. Поэтому скоро-скоро мы начнем лепить печенье. Ну, что ж, пока они румянятся и приобретают нужную нам форму, мы прервемся, после чего возвращаемся в студию и продолжаем делать печенье с предсказаниями. Что ж сегодня такое? Какой приморец не любит рыбу и морепродукты? Чтобы в полной мере насладиться этими деликатесами, стоит выбрать продукцию компании Рыбомиров. Хотите узнать рецепт копченой рыбки от Рыбомиров? Для начала персонал внимательно отбирает самое свежее сырье. Потом рыбу очищают, солят с помощью натуральных австрийских специй. После чего аппетитные кусочки отправляются в коптильню, где ольховая щепка придаст аромат этому продукту. А быть может, вам по вкусу салаты из морской капусты или пресерва из рыбы? А как насчет красной икры, без которой праздник, не праздник? Все эти вкусности бережно упакуют, чтобы доставить в магазины? Компания Рыбомиров использует только натуральные ингредиенты, свежую дальневосточную рыбу и морепродукты. Мы работаем по передовым технологиям, чтобы донести весь вкус и пользу даров моря до наших любимых покупателей. Из цеха сразу на прилавок. Самые качественные продукты. Пройти мимо этих витрин невозможно. Заверните вон тот кусочек, пожалуйста. Рыбомиров. Дары моря на вашем столе. Наши лепешечки уже мы достали из духовки. И быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро, быстро. Заворачиваем. Ага. Не тут-то было? Нет. Нет, ты посмотри. Все получается. Нужно очень быстро, мне кажется, это делать. Так, очень быстро и держать надо. Ага. А не как я? А тогда вот эти вот... Рекомендуют сажать на кружку. Вот. Вот так. Ну, давай. Так. Что-то мне говорит о том, что мы много... Я много теста накидал. Я говорила, вот мне сейчас хочется сказать, а я говорила, надо тоньше, да? Да. Ничего. У меня не получается пельмешки. Пельмешки? Да. Вот так вот разве что. Оп. Ну вот, они ломаются. Ай! Вот этот вот. Ну ладно, давай так садим. Я думаю, стоит второй. Вы этого не видели? Ну, интересно. Второй делаем тоньше, да? Да, я уберу лишнее тесто. А я вот так вот подержу, смотри. Это тот самый момент, тот единственный, когда предсказаниям надо относиться серьезно. Вот, ребята, какой вывод. Надо делать потоньше. Дабы потом наши будущие печеньки свернулись в ту самую форму. Ну что ж. Так. Ну ладно. Сейчас отправляем в духовку вторую партию печенек. И прервемся. Вторая партия у нас на подходе. Достаем. Вторая партия судьбы. Давай, я помогу. Оп. Оп. Так, сейчас, подожди. Давай сразу оп и сразу заворачивай. Давай, я буду оп делать, а ты заворачивай. У тебя это лучше получается. Что хотелось сказать, друзья. Смотри. Вы видите, какие неказистые, на первый взгляд, получаются наши печеньки. Но главное не то, как они выглядят. Главное то, что вы загадали. Главное то, что они предскажут. И что вы хотите пожелать тем, кого будете ими угощать. Это очень важно. Давай я тоже сделаю. Один. Может, у меня получится в этот раз лучше. Я заворачиваю. Ну надо, чтобы... Давай я буду держать. Ты будешь держать, я буду держателем. Давай, хорошо. Так вот. Есть несколько рецептов этих блинчиков, этих вафелек. Мы взяли сегодня рецепт без добавления сливочного масла. Поэтому, если вы будете делать, попробуйте разные. Я думаю, что со сливочным маслом, Катя, получится повеселей. А еще зовите какого-нибудь друга, который будет вот так вот держать на стаканчике. Да, держать предсказания в своих руках. Можно сказать, судьбу в своих руках, да? Судьбу. Судьбинушку. Ну что, ждем, пока они у нас засохнут. Стихи, признания, сюрпризы, денежки, все можно туда заворачивать. Сделать предложение, да, таким необычным способом. Да. Мужчина, берите на вооружение. Хотите сделать предложение необычным способом? Вот, пожалуйста. Казалось бы, ничего сложного. Да уж. Очень приятно. И наверняка ваша избранница это оценит и запомнит на всю жизнь и будет рассказать. Потом, через 10 лет. А вот мой сделал мне предложение необычным способом. В печеньке. С предсказанием. А потом еще и оплатил, оплатил еще лечение зуба, которое она сломала об этой печеньке. Какой хороший муж. Ну, если печенька попадется уж очень сильно. То есть, если вы будете бриллиант туда закапывать, то вы предупреждаете. Ну что ж, я думаю, на этой позитивной ноте мы можем попрощаться. Ждем пока засохли. Кстати, они засохли почти что. Вот они уже приняли нужную форму. И, пожалуйста, печенье судьбы на сегодня готово. А мы еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok